Так что этот Новый Год запомнится мне совершенно уникальными подарками. Всем привет, меня зовут Юля. Этот год мы начинаем с посиделок под елкой, потому что Новый Год принес мне некоторое количество новых книг, книжных подарков и вообще интересных мелочей, которыми мне обязательно хочется с вами поделиться. А вы в комментариях, конечно же, пишите, что вам подарили, из книг или не из книг на Новый Год. Очень интересно будет прочитать. В общем, обязательно хвастайтесь. Я же начну, конечно же, с книжных подарков. И первый из них у меня появился еще в середине декабря. И вот это была вообще внезапная радость, потому что это подарок от интернет-магазина Лабиринты. Обычно вот такие прессы, пиар-рассылки даже к праздникам очень унифицированы. То есть все получают одинаковый набор. Здесь же я заглянула в сумку. И я сначала даже не подумала, что это в принципе от интернет-магазина, потому что мне такое могли прислать только кто-то из моих близких друзей или из зрителей, которые постоянно смотрят мой канал и очень хорошо знают мои вкусы. Поэтому этот подарок был внезапной радостью. Из такого стандартного здесь был только календарь на следующий год и еще набор открыток с литературными произведениями. Книги же были подобраны явно специально для меня. И причем это вот то, что я очень-очень хотела. И первая из них это «Металлика», «Justice for All», «Вся правда о группе». Я в прошлом году уже покупала себе биографию «Металлики», и тогда я выбирала из двух вариантов. Вот как раз смотрела на эту книгу и на биографию от Мика Уолла. И в итоге я отдала предпочтение как раз прочтению биографии от Мика Уолла, потому что я знаю его как крутого музыкального журналиста. И Мика Уолл безусловный профессионал, который общается с самими группами и может достоверно все рассказать. Мне же еще очень хотелось послушать мнение прямо от фаната группы, который может вот со всей страстью и яростью поклонника рассказать, что там происходило. Причем эта книга, то, что изначально играла не в ее пользу, была написана еще в 2004 году, то есть уже 16 лет прошло с момента ее написания. Но это издание дополненное, то есть последнее десятилетие здесь тоже учитывается. И Джоэл Магуайр тоже должен нам рассказать какие-то интересные факты. Я вот буквально заглянула в нее в предисловие, увидела с каким интересом автор здесь рассказывает про группу и обязательно ее прочитаю. Так что смогу для вас еще и сравнивать две биографии и рассказать, какая больше понравится, кому и вообще кому на эти книги стоит обратить внимание. Я очень рада, что мой год начинается уже с музыкальных биографий и у меня уже есть что интересненькое почитать. Вторая книга из этого подарка вообще меня вот просто чуть до слез не довела. Я помню, когда сидела вот просто в рабочем загрузе, мне курьер привозит этот подарок, и я вижу, насколько его собирали именно для меня. Это книга, такая небольшая, но очень сочно иллюстрированная энциклопедия про ножи, про холодное оружие. Те, кто давно со мной и те, кто, в принципе, может следят там за моим инстаграмом и за какими-то личными видео, прекрасно знают, что я обожаю ножи. Мне нравится и просто про них что-то читать, рассматривать, и самой очень нравится держать в руках. И когда я стала разглядывать эту книгу, я просто провалилась. Мне, кстати, очень захотелось себе стилет, именно дамский, который я здесь увидела. Они такие, как будто из каких-то средневековых исторических романов. Ну и, в принципе, про такие издания кто-то может сказать, что всю эту информацию, всю эту классификацию и так вполне можно найти в интернете, и зачем это еще покупать, но мне вот чисто эстетическое удовольствие, и вот в виде именно такого гида такие книги приносят. Я была очень счастлива, и обязательно это все целиком подробно прямо прочитаю, а не так, как я успела только пролистать. И, наконец, третья книга меня тоже невероятно порадовала. Это иллюстрированное издание рассказа-притчи о Генри Дары Волхвов. Мне очень нравится это произведение, и стиль иллюстрации здесь похож на какой-то очень-очень красивый, именно вручную анимированный мультфильм. Мне бы невероятно хотелось именно от этого художника посмотреть какое-то анимационное произведение. Ну и каждая здесь иллюстрация, ну это просто праздник. Хочется рассматривать, рассматривать невероятно красивые цвета. С одной стороны, эта притча очень грустная, но с другой стороны, она невероятно пронзительная, жизнеутверждающая и добрая. Если вы ее еще не читали, чтение здесь буквально на 15 минут, и я очень вам советую познакомиться с этим произведением. Если есть возможность, с классными иллюстрациями, если нет, прочитайте просто в электронке. Вот к Рождеству, после новогодней каникулы, это будет отличное, очень такое в тему чтение. А вот следующие подарки уже от моих друзей, и на самом деле у меня здесь лежит кое-что некнижное, с чего я, в принципе, собиралась начать. И вот этот подарок, он настолько тоже неожиданный и настолько крутой, что я, в принципе, хотела его первым показать, но в итоге отвлеклась на лабиринтовскую большую сумку. Это вот такая коробочка. Она получена от моей очень близкой подруги. Я когда открыла, я сначала вообще не поняла, что это. Я решила, что это какая-то картина, очень необычная, просто вот как внутри на ткани. И здесь фрагмент, вот первое, что я увидела, когда открыла подарок, это фрагмент одной из моих самых любимых картин, который называется «Волшебница Шалот» или «Волшебница из Шалот» по-разному переводят, от художника Джона Уоттерхауса. И когда я дальше стала рассматривать, что это, я удивлялась все больше и больше. В итоге оказалось, что это целое полотно, и фрагмент этой картины здесь гораздо больший. Это была просто такая красивая коробочка, и по итогу мне подарили вот такой платок, который можно, как мне объяснили, использовать в интерьере, просто где-то на стену, на какую-то доску, может быть, подвесить, или как-то на шкаф, или как-то на лампу накинуть. Ну и, в принципе, этот платок реально можно носить как платок, то есть его сворачивать. Я его представляю с каким-нибудь бежевым плащом или с бежевым, может быть, пальто. И, в принципе, еще по качеству эта ткань вполне носибельная, то есть она кожа очень-очень приятная. Я не знаю пока, как я его приспособлю. Кстати, я вам очень советую почитать историю создания этой картины, потому что она основана на легенде из артурианского цикла, и там очень интересная сама история про эту леди Шалот. Так что этот Новый год запомнится мне совершенно уникальными подарками, и вот такое я точно не ожидала получить. Я вот сейчас держу в руках, у меня прям аж какое-то такое состояние неверия. Мне, в принципе, очень нравятся некоторые картины. Я так могу десяток назвать, наверное, своих самых любимых, но у меня нет никакого физического их обладания, там ни открыток, ничего, но максимум картинки где-то сохранены. Теперь же у меня одна из самых-самых любимых картин есть вот в таком физическом воплощении, еще и таком необычном. Что касается дальше книг, также я в подарок получила вот такую, ну, энциклопедию, не энциклопедию, я, кстати, как вы видите, еще даже не успела ее открыть. Это такой гид по программе Procreate. Я вам показывала во влогмассах, что научилась, вернее, как научилась, что учусь рисовать диджитал, делаю буквально там первые шаги, но мне это очень нравится и очень увлекательно. И вот у меня друзья в эту тему подарили такой гид и такой как бы учебник по этой программе. И, в принципе, я его видела, и мне многие из вас писали, что вот обрати внимание, там классная книга, есть такой самоучитель. Я, в принципе, думала, что если мне нужны будут какие-то уроки, я и так в интернете там найду, посмотрю. Но, как я успела почитать по отзывам, очень классно иметь что-то уже хорошо упорядоченное, чтобы мне рассказали весь интерфейс программы, и чтобы я не искала какие-то отдельные уроки, а вот с первой до последней странички мне дали дополнительную информацию с советами реального иллюстратора. И, насколько я вижу, здесь действительно много интересных лайфхаков, примочек. Ну и, в принципе, даже если здесь будет всего пара уроков от первого штриха до завершения и до вывода картинки, это все равно будет очень интересно. Я в новом году обещала вам рассказывать поподробнее и про свои рисунки, и про процесс обучения, так что про эту книгу вы от меня еще обязательно услышите. Следующая книга – это не подарок какой-то от моих друзей, это, в принципе, просто книга, полученная буквально 31 декабря. Я успела сбегать на почту и забрать эту посылку от издательства Individuum Press. Называется книга «Почему Боуи важен». Она у меня в предзаказе лежала уже, наверное, пару месяцев. Насколько вы знаете, я очень люблю Дэвида Боуи, и при этом меня частенько спрашивают, ну и, в принципе, даже не то, что там где-то в переписках, меня часто мои друзья спрашивают, вот что в нем такого, почему он настолько цепляет людей. И было очень много исполнителей, которые не боялись экспериментировать с образами, у которых интересная музыка, и со временем она менялась. И вот все эти эксперименты присущи многим музыкантам. Но почему именно Боуи? Почему вокруг него весь этот ореол славы? И почему столько людей находят вдохновение в его творчестве, в его образах и, в принципе, в этой личности? И вот здесь я, конечно же, рассчитываю получить такое эссе размышления от человека, который неравнодушен тоже к фигуре Дэвида Боуи. Я обязательно прочитаю. Я сама этой темой очень интересуюсь. Я хочу сделать прям вот отдельный выпуск, посвященный этому замечательному исполнителю, и рассказать вот, что же в нем такого особенного. Ну, как-то попытаться проанализировать, и вот как можно больше людей заинтересовать его творчеством, потому что, ну, это действительно яркая звезда, которая своим сиянием дает вдохновение очень-очень многим. И, наконец, еще одна книга, которую я тоже совершенно не рассчитывала получить в подарок, это новое переиздание «Поющих в Терновнике», про которых я только-только рассказывала вам 29-го на стриме. И вот у меня подруга услышала, что я хочу себе новое вот такое стильное издание, потому что у меня еще советское, и оно просто там уже по страничке рассыпается, и подарила мне такую замечательную книгу. Я пока могу только сказать, что качеством издания я довольна. Здесь достаточно белая бумага, такой солидный переплет, и, в принципе, мне, наконец-то, нравится обложка, потому что там вот все, что я видела, там либо какие-то страшные профили, которые совершенно не страшные, которые просто не ассоциируются у меня с персонажами из книги, либо это что-то воровеглазное в стиле дамских романов. Здесь же все довольно лаконично, стильно, и вот такую книгу мне точно не стыдно иметь в своей библиотеке. Я уже, кстати, начала перечитывать, вот тоже совершенно случайно открыла и прилипла, потому что это одна из моих самых, ну даже, ну да, одна из трех моих самых любимых книг о любви. Так что, возможно, в прочитанном я еще как-то кратенько вам расскажу, хотя про эту книгу уже не раз говорила. И вот дальше подарочки уже такие не книжные. Первый, наверное, один из самых ранних тоже я получила от Анюты Bookspace. Там, кстати, еще был в этом подарке книжный сертификат, но то, как я его отоварила, я вам уже покажу в книжных покупках. И одним из самых, одной из самых интересных деталей этого подарка была фигурка Фанка. Я ни на один последний Новый год не остаюсь без Фанка от своих друзей, но вот Гимли для меня это действительно прямо знаковая фигурка, потому что с ней интересная история. Я Гимли покупала себе именно в этом варианте два раза, и два раза я его передаривала, еще не успев распаковать, ну просто так получалось. Я не буду сейчас очень много вам лишней информации давать. И я для себя решила, что Гимли у меня появится только когда мне самой его кто-то из друзей подарит. И вот Аня, я не знаю в каком списке и где она у меня его увидела, но вот прямо как почувствовала мое решение, я была очень-очень рада. Так что теперь вот эта прекрасная фигурка будет обитать у меня на книжных полках. Ну и подарок был весь такой классно тематически составленный. В этом подарке был еще вот такой замечательный лист со стикерами по Ведьмаку и классная свечка Рождество в Хогвартсе, которую вы по расслаиваемости уже можете видеть, как я долго и активно жгла. И подарок сам еще был упакован лентой, и на ленте вот такой значок I believe in myself. Когда я посмотрела, я сначала решила, что это просто элемент декора, но оказалось, что это действительно значок, очень классный и очень подходящий тематике моего канала. О нем-то еще раз тебе огромное спасибо. Следующий подарок тоже от моей подруги и тоже от Ани. Я его уже распаковывала в Инстаграм прямо целиком, поэтому сейчас такой псевдораспаковки точно не будет. Просто покажу вам пару деталей, которые тоже мне очень-очень были нужны. Я вот просто на все эти подарки смотрела и думала, насколько у меня внимательные и чуткие друзья, которые точно знают, что мне нужно, чем меня абсолютно можно порадовать. Во-первых, я получила набор кисточек от Real Techniques, и я только недавно вам рассказывала, что все мои пора в этом году менять, и мне полностью нужно весь свой набор самого активного макияжа именно в плане инструментов заменить. И вот первое пополнение я уже получила. Я давно хотела попробовать эту фирму. У меня еще ни одной кисточки от них не было. И здесь, в принципе, в подарке было многое в тематике «Звездных войн», потому что мы с Аней когда-то именно по этой теме познакомились. Самый нужный подарок в 2020-м – это санитайзер. Вот такой классный с йодой. И еще футболка «Звездные войны» – это такая официальная продукция с Ханом Соло. Я обязательно тоже ее буду носить. И еще из интересных деталей этого подарка был вложен вот такой конвертик с набором открыток. У Ани мама Ирина Петельна – известный иллюстратор. И у меня единственный вопрос. Аня, почему без автографа? Мне очень понравились работы, и открытки действительно очень стильные и красивые. Один из самых нужных мне подарков я получила от родителей. Изначально это была вот такая коробка, и когда я ее открыла, я увидела огромную гору конфет. И вот я обожаю, когда заморачиваются как-то интересно с упаковкой, когда помимо того, что развязать бантик и открыть крышку, мне еще нужно как будто что-то найти. У меня прямо вот такой дух искателя просыпается, и от подарка я получаю еще большее удовольствие. И когда я разгорнула все конфеты, я нашла новые наушники беспроводные. Мне такие были очень нужны, именно чтобы они работали в связке с планшетом, потому что там нет разъема. Ну и с переходниками мне очень не хочется заморачиваться на мои, которые от Marshall. И у меня еще отдельные затычки, которые, в принципе, ну, нужны там дополнительные телодвижения, чтобы связать их с планшетом. И поэтому у меня теперь огромная радость. Чехол я уже сама себе прикупила, который прекрасно передает, в принципе, настроение конца прошлого года. И наушниками я уже с огромным удовольствием пользуюсь. Я, кстати, даже не ожидала, у меня уже есть опыт ношения беспроводных, но они все равно были соединены шнуром. Вот в этих же ощущениях, как будто у тебя музыка играет в голове. Это непередаваемое и очень странное ощущение, как будто песня у тебя сама в голове напивается, но при этом идеально правильно. И я уже могу сказать, что количество контента, как музыкального, так и подкастового, возрастет благодаря именно этим наушникам в следующем году просто в разы. И я очень-очень довольна. Родителям огромное-огромное спасибо. И второй подарок тоже от родителей, который тоже меня очень-очень порадовал. Я, конечно, знаю, что выбирала, скорее всего, мама. Это браслет, который я тоже очень-очень давно хотела. Это, знаете, было желание из разряда «я, в принципе, могу его сама себе купить», но все время что-то откладывается. И в качестве подарков это все равно гораздо более ценно и гораздо более памятно. Я очень давно себе хотела каркасный браслет. То есть у меня есть вот этот с Королем Львом, где гравировка Реме Бахуя. Он тоже каркасный, это тоже подарок. Но мне хотелось еще, чтобы он был прям вот четко по запястью, а не круглый. И вот теперь у меня есть такой браслет. Я буду его с огромным удовольствием носить. И, кстати, это одна из моих самых любимых фирм-изготовителей именно серебра. У меня большинство украшений, которые вы на мне видите, как раз от этой фирмы. Я вам, конечно, сделаю дополнительные съемки и покажу подробнее, как это смотрится на руке. И, наконец, последний подарок, но совсем не по значимости, который я вам сегодня покажу, от моей лучшей подруги. И у нас с ней, в принципе, есть традиция. Мы на каждый праздник скидываем друг другу виш-листы. Ну, абсолютно честно, вот что ты хочешь, и из них уже выбираем, чтобы, в принципе, сохранялся и какой-то элемент сюрприза, но и при этом было вот что-то, что тебе 100% понравится. И вот в этом году она мне, как обычно, скидывает там украшения, какие-то косметику, ну, вот то, что такие всякие девчачьи приятные штучки. Я ей первое, что в этом году скинула, это была сковородка. И Ксюша на меня сначала очень ругалась, она говорит, нет, Юля, я не буду тебе дарить на Новый год сковородку. Выбирай что-то нормальное, что-то, что тебя порадует, там будет красивенькое. Но я очень долго смотрела, и я поняла, что реально то, что мне хочется, и то, что меня вот от всей души порадует, это гриль-сковородка. Вот такая с полосочками, на которой жарится либо мясо стейками, либо на которой вот сэндвичи, всякие бутерброды, красиво, горячие, и на завтрак классно делать. И в итоге я получила то, что я хотела, и я очень-очень рада. Я, в принципе, не ожидала, что вот кухонная какая-то утварь может приносить столько радости. Поэтому я просто счастлива. Ну и, конечно, там были всякие дополнительные приятные тоже штучки, которые я вам мелочи показывать не буду. На этом мои подарки подходят к концу. Я надеюсь, что вы снова разделили эту радость со мной. Пишите обязательно в комментариях, чем вы себя или вас порадовали на Новый год. Ну и мы с вами на зимних каникулах не будем прощаться. Будем обязательно потихонечку входить в рабочий темп. Снимем и планы, и будет наконец-то прочитано за декабрь. Оно получилось просто шикарным. И увидимся с вами совсем скоро. Пока!